Сотрудники МЧС начали в Преамуре подготовку к весеннему половодью, а на грузовой таможне заканчивается сезон зимней навигации. Между тем в области работают 15 ледовых переходов, 4 из них международные. Соответствует ли сегодня толщина льда допустимым нормам, как живется любителям подледного лова и когда закроется навигация? Узнаете из нашего следующего сюжета. На реке Зее это излюбленное место рыбаков, которое, кстати, очень хорошо видно из окон ГИМСа. Сами сотрудники шутят, рыбаки у них под присмотром и каждый на счету. Утонуть здесь не дадут, тем более, что пока толщина льда на реках больше метра. Выдержит не только человека, но и машину. Однако осторожность еще никому не мешала, говорит старший инспектор Роман Шантыка. Испоминает прошлогоднее ЧП на Бурейском водохранилище. Несколько десятков машин оказались в снежном плену и самостоятельно не смогли выехать с этого водохранилища. Естественно, что нахождение автомобилей, выезд автомобилей на водные объекты запрещен. Но, тем не менее, граждане выезжают. Пренебрегать правилами работники грузовой таможни попросту не могут. Ответственность слишком высока. Ведь ежедневно по льду в обоих направлениях проходит более 150 машин. При этом, если вес пассажирского автобуса 8, то грузовой машины почти 30. Поэтому толщину ледового покрытия зимой здесь измеряют примерно раз в две недели. В начале весны каждые 5 дней. В этом году дорога у нас проходит напрямую через Амур. Длина дороги 630 метров. В предыдущие годы дорога была 7 километров. В этом году ни провалов машин, ни тракторов, ничего не было. За счет того, что на противоположной стороне китайские граждане построили новую таможню. Сейчас на грузовой таможне Аврал перевозки разрешены до 31 марта. Затем сотрудники уйдут на плановые каникулы до 9 мая, пока не закончится шуга. Между тем, первые обследования Амура сотрудники МЧС начнут уже в конце марта. Вскрывать ледовый плен будут на шести участках в четырех районах области. В Шимановском, Магдагачинском, Сковородинском и Благовещенском. В зону затопления могут попасть более шестисот домов и почти две с половиной тысячи человек. С 20 марта у нас проводится рекогнозировка данных районов, где будут уточняться, обследоваться, вернее, те заторные участки. Выезжает комиссия, комиссионно будет все проверено. И в последующем будет осуществлен доклад в главное управление. И, исходя из того доклада, какие заторные опасные участки представляют особую опасность, мы будем производить подрывы. Пока же на лед выходить можно, однако начало весны – опасный период, предупреждают сотрудники МЧС. В это время толщина льда существенно не меняется, изменяется его структура. Под воздействием солнечных лучей он становится пористым и непрочным. Да вот как промоины пойдут, ну это, наверное, в март, в апреле, наверное. Ну как погода будет. Так, пока-то еще ничего. Ирина Кабзарь, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».